Небольшой, но довольно заметный фургончик у одного из торговых центров Барнаула. Большинство его обходит стороной. Но прохожие отлично понимают, что здесь тестируют на ВИЧ и признают, что это важно. Правда, почему-то чаще людям не их возрастной категории. Эксперс-тест не проходили. Не проходили, но рекомендовали бы, да? Особенно молодежь, конечно. А почему именно молодежь? Ну, они редко в поликлинику обращаются. И у них чаще как бы риски. Чем старше, тем чаще, я думаю. Ну, в любом случае, старшие тоже, точно так же, стоматологи, какие-то процедуры такие. Ну, и для старших тоже будет уместно. Многие стесняются уже сходить куда-то в какое-то специальное место. Стыдно, как считается. А когда вот можно это сделать на ходу, это проще. А сами бы рискнули? Ну, почему бы нет? И рискнувшие нашлись, но желающих сниматься на камеру не оказалось. Поэтому в процессе участвуем сами. Ну, собственно, так и выглядит экспресс-тест на ВИЧ. Мы фиксируем время, чтобы засечь ваши 10 минут, необходимые для появления результата, и ваш порядковый номер. Анонимно, бесплатно и быстро. Всего капля крови и 10 минут ожидания. Одна полоска результата отрицательный, две – положительный. Однако специалисты добавляют – достоверность теста высокая, но не стопроцентная. Мы рекомендуем, если у человека была какая-то рискованная ситуация, сдать первый тест через три недели – это первая ступень, когда тест уже может показать. Через три месяца, чтобы убедиться, и через полгода, чтобы убедиться наверняка, потому что мало ли всякие случаи бывают, но говорим о том, что через три месяца – это уже стопроцентный результат. При подозрении на положительный ВИЧ-статус уточняющие тесты проведут уже в спеццентре края. И лучше, говорят специалисты, забыть про стеснение людям разного возраста. Ежегодно только в нашем крае смертельно опасные заболевания подтверждают в среднем у двух тысяч человек. Среди них больше тех, кто старше 35 лет. Но возраст не показатель. Основной риск заражения – аморальный образ жизни, беспорядочные половые связи. ВИЧ-инфекция касается каждого. И на данный момент у нас происходит смерть у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции сейчас является половой путь передачи. Это естественный путь передачи. И поэтому, к сожалению, пока мы не можем остановить распространение ВИЧ-инфекции. Но предупредить по силам каждому. Мобильный комплекс в Барнауле будет работать в мае еще на двух площадках. 25-го числа на площади Сахарова и 26-го на парковке по адресу 5-я Западная, 62. Елена Макаренко, Мария Мацаева. День с толком.